Так, ну что, коллеги, я предлагаю начать после знакомства, после представления. Цель нашей с вами беседы объясниться, что такое компьютерная сеть, как происходит подключение компьютера к сети, да и в принципе, для чего компьютерная сеть создается, ну и как управляется процесс сетевого взаимодействия. Вот, собственно, цель нашей с вами простенькой беседы. Ничего сверхсложного мы с вами здесь затрагивать не будем. Тем не менее, давайте начинать. Давайте начнем с самого главного, с понятия компьютерной сети. Что такое компьютерная сеть? Официальное объяснение, что есть компьютерная сеть, это комплекс территориально расположенных, рассредоточенных ЭВМ. ЭВМ это мало, ЭВМ должны быть, то есть ЭВМ это компьютер. Да. Компьютеры это мало, компьютеры должны быть соединены с помощью кабелей, линий, связи, коммуникационного оборудования, плюс их работы управляет программное обеспечение. Вот это тогда все это вместе в совокупности будем называть компьютерной сетью. Для чего любая компьютерная сеть создается? У вас есть предложение, точнее, ответ на этот вопрос? Для оптимизации и использования процесса? Ну, в первую очередь, основное все-таки назначение сети, это дать возможность компьютерам общаться друг с другом какими-то данными. То есть, получать удаленный доступ к каким-то распределенным ресурсам уже пользователями. Ну, то есть, другими словами, цель любой сети заставить два удаленных компьютера присылать, обмениваться данными. Вот это и есть основная цель. А то, что оптимизация, ускорение ресурсов, ну, это зависит от назначения. То есть, есть серверы, приложения, на которых разворачивается соответствующее программное обеспечение, которое может не быть установлено на компьютере у клиента, и тогда клиент свою задачу обрабатывает, используя вот этот удаленный доступ. Но это только часть взаимодействия, один из частных случаев. Основная цель – это передача данных, потому что даже в этот момент взаимодействие между компьютерами – это непосредственно обмен данными между этими распределенными удаленными услами. Собственно, коллеги, еще раз, что такое уже с точки зрения обычной терминологии, обычных слов пользователей, что такое сеть? Я могу даже это все по пунктикам перечислить. Это некое количество компьютеров, то есть сеть. Это некое количество компьютеров с работающим программным обеспечением, то есть ПО, плюс обязательно каналы связи, ПО, плюс обязательно какое-то коммуникационное оборудование. Коммуникационное оборудование. Коллеги, вот простейший пример. Предполагаем, что есть один персональный компьютер, вот он, есть у нас ПК, есть второй персональный компьютер, есть еще один ПК, есть третий персональный компьютер, третий ПК. Вот то, что я изобразил на этой диаграмме, это можно назвать компьютерной сетью? Нет, это отдельные автономные рабочие станции, автономные компьютеры, правильно? А чтобы это все превратилось в компьютерную сеть, я должен что между компьютерами проложить? Каналы связи, какую-то среду передачи данных. А вот теперь это все больше уже напоминает объединенную сеть, то есть сеть. А теперь давайте определяться, коллеги, а для подключения компьютеров к сети нам необходимо что сделать? Первое, ну давайте также по пунктикам перечислим. Для того, чтобы некий компьютер интегрировать и подключить к какой-то сети, нам необходимо, первое, иметь некое количество компьютеров, нам нужны компьютеры. Перечислим просто компоненты сети. Простите. Нам нужны компьютеры. Компьютеры нам нужны голые? Или внутри компьютера должен быть некий сетевой интерфейс? Правильно. Каждый компьютер должен обладать уникальным сетевым интерфейсом. Нам нужны сетевые интерфейсы. Коллеги, что считается сетевым интерфейсом? Сетевой адаптер или сетевой контроллер? Сейчас с этим тоже разберемся. Кстати, сразу же давайте определяться. По способу передачи данных сетевые интерфейсы можно разделить на следующие разновидности группы. Каким образом различные сетевые интерфейсы кодируют и передают данные? В виде чего? Первый, самый распространенный тип – это в виде электрических сигналов. Да, совершенно верно. И тогда, ну, то есть с помощью электрических сигналов или с помощью оптических сигналов или беспроводных с помощью радиосигналов. Окей? Есть у каждого компьютера сетевой интерфейс. За номером 3 надо что сюда добавить? Ну, только лишь драйвер. Оборудование компьютера. Что такое персональный компьютер? Это множество различных устройств. Это все работает под управлением человека. Программное обеспечение, в первую очередь, речь идет об операционной системе. Правильно? Так вот, коллеги, на всякий случай, просто тонкий намек на толстые обстоятельства. Если мы говорим об операционной системе, то мы можем выполнить ее классификацию. Операционные системы бывают двух типов. Они бывают сетевые и бывают не сетевые. Что такое не сетевая и что такое сетевая операционная система? Чтобы понять и ответить более предметно на этот вопрос. Вопрос, ну, если хотите, встречный, на засыпку. Коллеги, компьютер думать умеет? А? Уметь в полной команды. А команды представляет из себя совокупность команд. Представляет из себя что? Любую программу. Правильно? Любая программа внутри состоит из последовательств различных команд. Согласен? Ну, так вот, коллеги, ответ на вопрос, он достаточно простой. Ничего внутри компьютера сама по себе не происходит. Все, что внутри компьютера происходит, все происходит исключительно под управлением программного обеспечения. И управление сетевым взаимодействием не является исключением. Сеть работает под управлением специального проекта. Это не все операционные системы, это часть операционной системы. Ну, а доказать, что современная операционная система сетевая, вот смотрите, у вас сейчас здесь на рабочих станциях у меня, на моем преподавательском компьютере в качестве основной операционки развернута линия сеть. Доказать можете, что это сетевая операционная система? Если можете, то куда мне здесь надо пойти, чтобы определить, что это сетевая операционная система? Продемонстрировать, доказать. Ну, доступ к сети это лишь только то, что мы видим как на уровне пользователя. А вот именно, это опять же, это проявление. А вот доказать, что операционка имеет внутри сетевое встроенное программное обеспечение. Дело в том, что такое сетевая операционная система? Это операционная система, внутри которой встроено программное обеспечение для управления сетевым взаимодействием. Не сетевая, это там его нету по умолчанию. Windows 7 действительно сетевая операционная система? Ну, вот смотрите, коллеги, в трее у меня есть, да и у вас есть значок сеть, если я с помощью правой кнопочки открою центр управления сетями и общий доступ. Дальше на модель сети я сейчас смотреть не буду, а дальше пойду по ссылочке изменения параметров адаптера. Что такое параметры адаптера? Сетевой адаптер, то есть сетевой интерфейс. Кстати, понятие сетевой интерфейс и понятие сетевое подключение – это синоним. Вот у меня списочек сетевых интерфейсов. При наличии одного сетевого адаптера здесь один значок, при наличии двух и более для каждого сетевого интерфейса будет размещен свой значок. Поскольку у меня один и подключение компьютера к сети с помощью этого интерфейса, я могу просмотреть свойства этого подключения или свойства этого интерфейса. Собственно, коллеги, вот она, доказательство того, что Windows 7 является сетевой операционной системой. Если бы она была не сетевой, этот списочек. Ну, по крайней мере, здесь мы этого бы не увидели. Вот это список встроенного в операционную систему программного обеспечения для того, чтобы называть современные операционки сетевыми операционными системами. Доказательство налицо, вот что я хотел. А пример не сетевой операционки перевести можем? Можем, давайте. Ну, это не чисто, ведь же, операционная система. Ведь мы понимаем, что операционная система, она с одной стороны с пользователем взаимодействует, а с другой стороны она будет с оборудованием. А прошивка микроконтроллера – это исключительно управление логикой. Это не совсем операционность. Да, отчасти можно ее так называть. Это скорее не операционка, это часть операционки, это бьюз. Больше. По функциям, напоминаю. Базовая система водовывода. Коллеги, на самом деле ответ здесь достаточно простой. Среди современных операционных систем вы вряд ли найдете операционку, которая не была бы сетевой. Сейчас требование подключения узла к сети – это практически обязательный тренд. А вот есть историю вспомнить. Может быть, старая. Да, эта операционка и ее название у всех на слуху. ДОС, конечно же. Disk Operating System в свое время. MS-DOS – это Microsoft операционная система. Или IBM-овский вариант PC-DOS. Это Disk Operating System, операционная система, но поддержка сетей изначально осуществлялась только с помощью надстройки дополнительного. Она не была устроена в этой операционной системе. Это не значит, что компьютер, работающий под управлением этих операционных систем, нельзя сеть подключить, обединить. Но просто для подключения нужна ПО, которая в комплект операционки не входит, его надо отдельно устанавливать. Возвращаемся к списку компонентов. Возвращаемся к списку компонентов. Нам нужны сетевые операционные системы. Окей. Что еще нам нужно сюда добавить? Ну, смотрите, компьютеры есть, сетевые интерфейсы, адаптеры есть. Каналы передачи плюс канал передачи к чему подключаются? Ну, вот смотрите, коллеги. Если брать сетевую платочку, разъем для подключения кабеля один? Ну, чаще всего. Чаще всего один. Вот представляем себе вот этот моя схемка, вот этот треугольник. Вот он здесь есть, сетевой адаптер, сетевой интерфейс внутри компьютера. И разъемчик для кабеля там один. Если я захочу два компьютера связать между собой, я запросто беру некий кусок кабеля, сегмент кабеля подготовленный, соединяю эти два разъема, вот я получил с вами сеть. Ну, сеть, которая включает только два компьютера, пожалуйста. Нам нужно коммуникационное оборудование, совершенно верно. Коммуникационное оборудование. Что выступает в роли коммуникационного оборудования? Пример. Ну, самое простое, это может быть хаб. Это может быть свитч. Свитч. Это может быть роутер. В чем у них отличие? Разъема, работа, работа. Хорошо, это правильно, абсолютно. Браво, честное слово. Ну, а теперь, если это не значит, что такое модель оси, обычный пользователь не знает. А ему как объяснить? Я ему такая думаешь. Вот это более правильный ответ. То есть различаются количеством интеллекта, уровнем мозгов. Абсолютно безмозглое устройство хаб. Что означает безмозглое? Оно работает на уровне электрических сигналов. Те данные, которые передаются, оно воспринимает, как обычный электрический импульс. То есть, условно говоря, хаб – это примерно то же самое, что для нас представляет из себя тройник. Обычный электрический тройник. Вот практический пример. А? Ну, да, можно так сказать. По поводу тройника, например. Одна розетка свободная в квартире есть, а нужно подключить миксер, телефон и еще что-то. Мы же не идем в ЖЭК, не делаем заявку, чтобы на следующий день пришел электрик с отбойным молотком и начал штробить стены, прокладывая новую проводку. Есть гораздо более простой решение. Пойти в магазин электротоваров и купить тройник, обычный электрический тройник. Работает по принципу вход один, и внутри распараллеливается без модификации этих сигналов, без анализа, распараллеливается на три выхода. Вот хаб – практически такое же устройство. Вот так компьютер можно соединить, но только, коллеги, это частный случай. Чаще всего взаимодействие, соединение компьютеров будет осуществляться по следующему принципу – с помощью коммуникационного еще раз оборудования. Давайте я это уточню и уже внесу коррективы в эту систему. Что представляет из себя хаб? Условно коробка. На передней панели, в которой будет некое количество портов для подключения стеркани. Количество портов зависит от модели. И отдельными сегментами мы берем с вами и каждый из этих компьютеров его собственный сетевой интерфейс с отдельным кабелем соединяем. Хаб работает по принципу. Все, что пришло, допустим, отправителем данных является вот этот компьютер. Все, что пришло в виде данных на этот интерфейс, он эти данные не анализирует. Отнутри их что делает? Разветвляет, распараллеливает на все остальные порты. То есть обычно хаб могут еще концентраторы или многопортово повторительно называть другие названия, другие обозначения хаба. Свитч. Это более умное устройство. В чем его ум заключается? Дело в том, что вот эти данные, передаваемые по сети, они имеют одну очень важную характеристику. Они, может быть, не всем адресованы, а кому-то одному. И кто-то один подключен, допустим, вот через этот порт номер 3. Так вот, свитч имеет возможность коммутировать. Он же называется коммутат. То есть он умеет анализировать адрес получателя и отправлять эти полученные данные не всем подряд, а получателю. Вот это уровень мозгов. Тогда роутер чем отличается? Роутер, роутер, сайт, не обязательно. Существует маршрут. Да, совершенно верно. Это, опять же, для обычного пользователя будет пока непонятно. Коллеги, а может, получается, быть не здесь, а где-то совершенно в другом месте, а другое место, это другая сеть и так далее. Так вот, роутер, в отличие от свитча, может выполнять маршрутизацию. Он может прокладывать маршрут. То есть он может выбирать, в какую сеть отправлять сообщение, чтобы в итоге от отправителя это сообщение было доставлено получателю. Это еще более высокий уровень интеллекта. Вот чем эти три коммуникационных устройства отличаются, если говорить языком пользователя друг от дружки. Но в простейшем случае хаб, правда сейчас купить, в чистом виде, хаб практически невозможно. Ну, это уже специфика. Окей, коллеги, и, наконец, нам пятым компонентом сюда, что надо добавить? Физическую среду передачи данных каналов, правильно? Физическая среда передачи данных. Что может выступать в виде среды передачи данных? Вот здесь электрические кабели, вот в этом случае оптоволоконные кабели. А в этом случае? То есть и там, и там кабели. А? Вот это абсолютно браво, правильный ответ. Потому что обычно, когда этот вопрос я задаю слушателям курса сети, обычно мне воздух говорят. Радиосигнал в воздухе не передается. Воздух не является основой. И является электромагнитное поле. А это эфир. Эфир, да, совершенно верно. И вот, собственно, коллеги, при наличии вот этих пяти компонентов нам ничто не мешает построить некую сеть. Вот это состав его сети. Разобрались? Тогда давайте вспомним, как сети классифицируются. Какие типы сетей бывают? Это вы слишком глубоко прошли. Разновидности сетей. Ну, на самом деле, я здесь, например, на этом слайде придал три класса. В принципе, региональные сети, он, ну, как бы, скажем так, это, наверное, ну да, промежуточные. Это между локальной и глобальной сетей. Не всегда это выделяют в отдельном порядке. Чаще говорят все-таки о двух классах сетей. Вот давайте попробуем разобраться. Сети бывают. Первое. Локальные. Как аббревиатуры английский это будет называться? Local Aero Network. Совершенно верно. Что сеть делает принадлежащей классу локальной сети? То есть определенную локальной сети. Ну, смотрите, если, опять же, честно, официальное определение локальной сети можно примерно следующее. Но это относительно небольшая сеть, территориально ограничена. Вот понятие относительно небольшая. Как трактуется? Откроете книжечку одного уважаемого автора по сетям. Он говорит, что локальная сеть это сеть до 150 узлов, то есть узлов это компьютер подключен к сети. Другой автор говорит, что локальная сеть это до сотни узлов. А третий может другое число говорить. Я хотел бы на этот момент вот как раз уточнить и спросить. Вот в том определении, что есть локальная сеть, это относительно небольшая сеть, надо ли на это обращать пристальное внимание, конкретизируя количество хостов, количество компьютеров? Нет. Коллеги, это трактуется очень широко. Это может быть и три узла, три компьютера. Это может быть и три тысячи компьютеров. То есть на самом деле понятие маленькая сеть, оно очень широко трактуется. А вот что самое главное, что эту сеть делает именно локальной? В том, что она территориально ограничена. То есть у нее сфера, зона, ореолы, то есть распределение, это не весь земной шаг. Это определенный географический участок. Ну, здесь тоже достаточно все размыто. Ну, допустим, в пределах этой аудитории, где мы сейчас с вами находимся, можно локалку создать, да? А в пределах нашего комплекса специалистов здание, район города, город, два города. Почему? Ну, а при наличии соответствующих каналов, почему бы нет? Аппаратуру, если поддерживать, можно и там это сделать. Здесь это тоже в любом случае может восприниматься в достаточно широких, ну, скажем так. Можно отклоняться от этого. Но в любом случае есть начало, есть коммития. То есть она в любом случае ограничена. Вот это то главное, что делает локальную сеть локально. Второе. Класс сетей. Сети? Глобальные. Глобальные. А как они в Абриатворе будут называться? Ван Волт Эйра Нетворк. А здесь, что считается сетью? Как мы определяем? По каким критериям мы определяем, что это сеть глобальная? Неограниченная. Неограниченная. Это неограниченная сеть, у которой нет фиксированных регионов действий. То есть она может окутывать весь земной шар. И обычно на этом этапе мне говорят, а как же так? Ведь планета Земля все равно ограничена круглая. А на этот счет можно ответить, а что спутники, летающие в космос? Они уже не на планете, они в околоземном пространстве. И те, которые дальше в Солнечную систему образуют, они что к сети не подключены? Даже на этом этапе глобальная сеть уже планету Земля покинула. А дальше, а дальше больше. Но есть определенная особенность. Любая глобальная сеть внутри состоит из множества локальных сетей. И как конкретный пример, самый известный представитель глобальной сети. Интернет. Что такое интернет? Коллеги, я здесь с вами беседую на этом семинаре. Ничего себе сложно рассказывать. Если будет желание, ну приходите. У нас много сетевых курсов, у нас хорошего развитого направления. С другой стороны, я могу посоветовать замечательную книжечку. Я представлюсь. Я на самом деле, хоть и представился я преподаватель центра специалист. Но специалист это моя вторая работа. То есть я совмещаю. Моя основная работа это битвы и муравы. Более 30 лет работаю. Я учился в свое время. И студенты сейчас компьютерных специальностей учатся в качестве. Многие направления, многие специальности, многие кафедры в качестве основного учебника рекомендуют брать книжку автора Тенненбаума. Называется «Компьютерные сети». Знаете, знакомые. Вот мне очень нравится автор, как он это все расписывает. И я могу эту книжечку посоветовать. Так вот, если почитать автора Тенненбаума, что он говорит нам об интернете? Что такое интернет? Очень замечательно, кстати, определение. Это всемирное объединение локальной сети. Согласитесь, очень четко, доходчиво и понятно. А поскольку интернет – это типичный представитель глобальной, то глобальные сети – это множество неограниченных территориальным признаком, множество локальных сетей, объединенных в одну общую сеть. Вот есть вот такое глобальная сеть. А теперь давайте дальше попробуем классификацию вести, коллеги. Поскольку в основе любой глобальной сети лежит множество локальных, а локальные сети как классифицируются? Их деление на классы. Я не имею в виду классификацию сетей, когда маски не было, это когда-то дальше нет. Это не то. Структурное деление. И это вы мне начинаете цитировать уже топологию. Я не спрашиваю о топологии. Коллеги, локальные сети бывают следующих типов. А. Сеть, которая называется одноранговая. Все гораздо проще, чем вы думаете. Одноранговая. Или, может быть, кому-то больше понравится терминология Microsoft. В терминологии Microsoft такая сеть называется сеть на основе рабочей группы. А что такое рабочая группа? Это и есть локальные сети. Рабочая группа. Второй класс сетей. Ну, раз бывают от трампа. Ну, вот много ранговых, хотя теоретически существует такая терминология, мне она не нравится. Если честно, я всегда второй вот этот класс сетей называю, я считаю, что это более правильно. Сеть на основе выделенного сервера. Сеть на основе выделенного сервера. Сеть на основе выделенного сервера. Опять же, в терминологии Microsoft такая схема называется доменная модель сети, совершенно верно. доменная модель сети. Ну, и существует комбинированная сеть. Это в какие-то моменты, которые проявляются как одноранговые, в какие-то моменты они могут проявляться как сети на основе выделенного сервера. Давайте попробуем с этим разобраться. Ну, только опять же, чтобы с этим разобраться, нам нужно ввести и определить два основных сетевых термина. Первый. Что такое клиент? И второе. Кто такой сервер? Вы правы. Можно, да. Обычно я объясняю. Клиент – это тот, кто использует чужие ресурсы, а сервер, кто эти ресурсы отдает. То есть все достаточно просто. Ну, так вот. Что такое одноранговая сеть? Это сеть, где каждый отдельно взятый компьютер может выступать как в роли клиента, так и в роли сервера. Как это может быть? Давайте попробуем разобраться. Предполагаем, вот нет, есть некая среда передачи данных. Я подключаю первый компьютер своим отрезком, то есть своим сегментом кабеля. Я подключаю второй компьютер своим сегментом кабеля и подключаю третий компьютер своим сегментом кабеля. И, допустим, компьютеру номер один через портик USB я подключаю принтер. И обычно, как говорят системные администраторы, расшаривают. Что такое расшарить? Это открыть ему общий доступ. То есть разрешить использовать этот ресурс другим клиентам этой сети. А теперь вопрос. Это принтер. Пользователь компьютера номер три, вот этого компьютера, может в этом случае при наличии у него своих собственных настройщиков этого принтера, использовать его для печати своих документов. Не вставая со своего рабочего, общий доступ открыт, расшаривают. Да. Вопрос, кто в этой операции? Это будет первое действие, первая операция. Кто является клиентом, кто сервер. Это сервер, он же предоставляет ресурсы печати, его можно даже конкретизировать. Это принт-сервер, правильно? А К3 – это клиент. Давайте разберем вторую ситуацию. Опять же, через USB-порт к третьему компьютеру я подключаю какое-то внешнее дисковое хранилище, заполняя его данными и также расшариваю, открывая общий доступ. Вторая операция. В этот момент пользователь первого компьютера в этом случае может использовать вот это внешнее хранилище, не вставляя со своего рабочего места. Окей. И тогда кто здесь будет клиентом, кто сервером? К3 является уже сервером, а К1 – клиентом. А теперь еще один вопрос, коллеги. А вот эти операции, вот это первая операция и вторая операция, они могут быть совмещены по времени? Могут быть. А следовательно, мы получили с вами модель какой сети? Одноранговая. Когда у нас отдельно взятый компьютер, может быть, для какого-то процесса клиентом, в этот же момент для другого процесса, сервер. Вот он, например, одноранговой сети. Все достаточно просто. Вообще, построение одноранговой сети не составляет никакого. Что мы с вами делаем для того, чтобы создать подобного типа сети? То есть сеть на основе рабочей группы. Мы на каждый компьютер что делаем? Устанавливаем сетевые операционные системы при условии, что вот эта техническая поддержка связи есть. То есть каналы проводжения. Во время установки операционной системы мы задаем некие сетевые идентификаторы. Например, первое – это имя компьютера, правильно? Что такое имя компьютера? Это уникальное имя, которое будет использовано для его идентификации в этой рабочей группе, в этой сети, правильно? И то, что сейчас современные операционки сами нас не спрашивая, задают имя сети или имя рабочей группы. Раньше операционочки спрашивали, а сейчас по умолчанию используют какое имя? Microsoft, по крайней мере, War Group, что означает рабочая группа. То есть вся сеть имеет тоже свой идентификатор в виде имени сети, имя рабочей группы. И вот, собственно, достаточно установить программное обеспечение, а всю остальную работу за нас будет делать. Сетевое, управлять сетевым взаимодействием мы уже можем, правильно? Вот вам, пожалуйста, это пример простейшей сети на основе рабочей группы. Рабочей группой можно ограничить область, да? Вы имеете в виду уже адреса IP? Нет, работают в область. Имена компьютеров? Да, у нас есть. Имя компьютера в одной рабочей группе не должно повторяться. А это уже подсети разные. Мы тогда эту сеть делить на подсети должны быть. Ну, если мы, смотрите, вот на этом компьютере одно имя сети, а на этом другое имя сети, формально это не одна уже сеть, а две подсети получилась. Что идентифицирует сеть? Это вот это общее имя в настройках программного обеспечения. Оно идентифицирует подключение компьютера к этой сети. На программном уровне. Давайте, коллеги, еще один вариант. А вот если мы возьмем и сюда подключим еще один компьютер, на который установлен специальное серверное программное обеспечение, что подойдет в первую очередь, понимаем? Операционную систему. То есть операционки, они бывают не только сетевые и не сетевые, они бывают операционной системой для рабочих станций, то есть клиентские операционные системы. Операционная система Windows 7. Клиентская для рабочей станции, Windows 8. Тоже клиентская. И операционная система бывает серверной. Чем они друг от друга отличаются? И пример. Ну, скажем так, вопрос по существу. У вас дом, персональный компьютер есть? И коллеги, наверняка у вас, у всех есть персональный компьютер. Кому-нибудь приходило в голову дома для домашних задач ставить как основной операционной системой сервера? И какие преимущества вы получаете, если это клиентский компьютер, если не надо управлять? Так ли это нового для дома? Ну да, понятно. А зачем для дома? Объясните мне. Зачем для дома, для простейшей маленькой сети? Зачем такие сложности создавать себе? Нет, если только в качестве образовательного процесса, вы должны научиться, да. А так для основной работы. Коллеги, а вот теперь смотрите, в чем концептуальный подход в создании операционной системы для рабочих станций и операционной системы для сервера отличается? Что есть вечер задача, знаем. И что есть вот такая вкладочка, такая быстродействие, знаем. А вот теперь смотрите, вот он центральный процессор. То, что он двухъядерный, у меня две диаграммки. Это общая загрузка ЦП. Количество ресурсов у центрального процессора бесконечно? Не бесконечно. А теперь вопрос. Все, что внутри компьютера, поскольку все, что внутри компьютера происходит, все происходит под управлением программ, значит для обслуживания различных процессов все равно используется в той или иной степени центральный процессор. Правильно? Правильно. А теперь предполагаем себе следующую задачу. Вот здесь есть процессы. Некоторые из них являются клиентно-ориентированные, предназначены для обслуживания клиента, его приложения, некоторые из них серверные. Что такое процессор? Это тоже приложение, это тоже программа, которая опять же выполняется кем? Процессор. А что будет для процессора важнее выполнить, если одновременно поступит запрос, клиентскую программу или серверную, сетевую программу? А вот это все зависит уже вот отсюда, коллеги. Это распределение приоритетов выполнения в обслуживании различных процессов. Серверная операционная система, она по умолчанию заточена не для клиента, а для того, чтобы сетевые процессы управлять ими. Поэтому если одновременно приходит запрос на обслуживание клиентского или серверного, операционка серверная предпочитет, естественно, выдаст приоритет серверному процессу, сетевому процессу. Ну, а клиентские, как раз наоборот, они же для пользователя ориентированы. Вот в чем концепциальный подход. То есть я хочу сказать, что даже если у вас мощное железо, установив дома на домашний ПК обычную серверную операционную систему, в пользовательском приложении вы прироста скорости не будете, а как раз наоборот будете видеть, что оно работает даже чуть медленнее, чем под управлением операционной системы классических. Вот. Ну, да, согласен, согласен. Согласен. Ну, а теперь, коллеги, а примеры серверных у Microsoft операционных систем привести можем? Там все очень просто. Там, если в названии есть слово сервер, Microsoft сервер 2003, 2008 и так далее, все это говорит о принадлежности этой операционки, этой группы. А вот, собственно, не всегда. Если речь идет не о Microsoft, а о других производителях. Ну, вот, конкретно, например, FreeBSD. Это же серверная операционная система, хотя в названии нет. Мы понимаем, что вот такое деление операционной системы происходит. Так вот, это уже модель какой сети? На основе выделенного сервера. Конкретные примеры, наиболее часто выделенные сервера, их название зависит от их назначения. О таком понятии, как почтовый mail сервер, слышали? Хорошо. А что такое FTP сервер, слышали? Совершенно верно, это сервер хранилища. А что такое print сервер, слышали? Ну, вот тот пример, который я приводил чуть выше, в однорандумной сети. Вот он, print сервер. А что такое web сервер, слышали? Отлично. Вот они, конкретные, достаточно распространенные примеры выделенных, как правило, серверов. Ну, а теперь, коллеги, третья категория, комбинированная сеть. А она, судя по названию, комбинированная сеть, это сеть, в которой в какие-то моменты могут присутствовать признаки сети однорандумной, а в какие-то признаки сети на основе выделенного сервера. Вот эта схемка, которую я дорисовал, она может иллюстрировать комбинированную сеть? Да, запросто. А конкретный пример даже могу привести. Операционную систему ВИЛ-8 знаем? Глупый вопрос. Но тем не менее. Не все просто ее используют. Если работали, если знаем, в чем ее, если брать классы учетных записей, в чем она по типам учетных записей отличается от семерки? Там, какая-то учетная написания в ВИЛ-9 надо. Не-не-не-где. Не-не-не-не-не-не. Глубоко полезли, гораздо все проще. А вот теперь смотрите, учетные записи. Их классификация. Они бывают какие? Локальные, но обычно говорят доменные. В чем отличие у этих двух типов учетных записей? Сведения о локальной учетной записи хранятся прямо на самом компьютере, в самой операционной стиле. Сведения о доменной учетной записи на сервере. А вот теперь восьмерочка. В отличие от семерки, нам по умолчанию предлагают создать учетную запись в Microsoft. Эта учетная запись как раз доменного типа. Мы регистрируемся фактически на сервере Microsoft. В то же время мы можем создать не одно, а две учетных записи, а одну учетную запись в Microsoft, другую локальную. А как мы будем выбирать? Выбирать будем при загрузке операционной системы. От имени какой учетной записи мы выполняем ход? А вот это фактический пример. У вас созданы две учетных записи. Вот с этого компьютера загружаемся. Первая это локальная, вторая это Microsoft. Если мы выбрали локальную учетную запись, мы подключились фактически в одноранную сеть. Если мы выбрали учетную запись доменного типа, мы подключились к серверу, мы попали в какую-то сеть на основе выделенного сервера. Так вот, коллеги, если честно, откровенно подводя итог, в большинстве случаев современные модели промышленных сетей это сети комбинированной. И все зависит от политики входа, то есть от того, под именем какой учетной записи вы будете работать. Подразумевается, что вы можете оказаться и внутри одноранговой сети, а можете подключиться к сети на основе выделенного сервера. Вот они, три класса сетей. Здесь вопросы есть, разобрались? Все, базово, все. Давайте. То есть нет возможности самостоятельно сетей по конкурсу. Почему нет возможности? Возможно создать, например, на Макрософт, правильно? Нет. Посмотрите, когда вы приступаете к установке, к созданию учетной записи в финале установки, правильно? Вам предлагается ввести адрес электронной почты. Вот это значит, вы приступаете к созданию доменной учетной записи, то есть учетной записи Макрософта. Если вы внимательно посмотрите нишек, очень мелким шрифтом, внизу экрана, войти без учетной записи Макрософта. Щелкаете и вводите имя пользователя, пароль и так далее. Это уже локативная учетная запись. Есть возможность? Во-вторых, конечно, с развертой работы сможете в другую сторону. Ну, понятно, но тем не менее, есть там такая возможность не создавать учетную запись доменную, то есть не создавать, есть отказаться и создать при установке даже просто локом. А теперь представьте, компьютер, который локальным является, он не подключен к интернету. Если бы там не было возможности создавать локальную учетную запись, мы бы просто на этапе создания учетки прекратили бы уставов в корпорационной системе. Есть, внимательно посмотрите. Собственно, коллеги, если мы с вами определились с тем, что такое сети, какие они бывают, давайте продолжим дальше. Ну, собственно, если подводить итог, локальные сети объяснил. Это сети относительно небольшой регион накрывающей, региональные сети по региональности, то есть больше, ну и глобальные сети – это мирового масштаба сети, это всемирное объединение локальной сети. Разновидности локальных сетей мы с вами прошли. Ну, а теперь очень важный момент. Я обычно эту тему называю сетевые идентификаторы. Объясню, в чем суть вопроса. Предполагаем, что вот есть некий канал связи. Опять же, есть некое количество компьютеров, подключенных к этому каналу. Первый, второй, ну и так далее. Где-то там компьютер за номером N. И, допустим, отправителем является вот этот компьютер. Он формирует данные. Данные специальным образом для передачи по сети подготавливаются, выкладываются в этот кабель. По кабелю они начинают распространяться. А поскольку есть множество компьютеров, которые к одной среде подключены, значит, теоретически эти данные может получать любой компьютер, подключенный к этому кабелю, к этой сети. Правильно? Возникает вопрос, а почему компьютер, кому данные не предназначены, эти данные не принимает, то есть он их не обрабатывает? Это потому, что у каждого компьютера есть некое что-то такое индивидуальное, что только его характеризует, правильно? И в тех данных, которые передаются, присутствует этот именно его уникальный идентификатор. А вот теперь, собственно, и подошли к расшифровке. Что такое сетевые идентификаторы? Сетевые идентификаторы можно разделить на две группы. Первая группа – это идентификаторы всего компьютера. То есть это некий идентификатор, который весь этот компьютер со всем оборудованием, со всем программным обеспечением, которое там работает, идентифицирует. И второй класс идентификаторов – это идентификаторы сетевых интерфейсов. А сетевой интерфейс – это устройство для соединения. А это значит, что он не всегда может называться идентификатором своего компьютера. Почему? Коллеги, а нам кто-то запрещает внутрь компьютера установить не один сетевой интерфейс, а два? Три, четыре, да хоть десять, пока есть такая возможность. Есть слоты расширения, мы подключаем дискретные сетевые платы. Закончили слоты расширения, мы можем использовать USB-порт, правильно? Так вот, у каждого сетевого идентификатора есть своя группа идентификаторов. Поэтому идентификатор сетевого интерфейса можно воспринимать как идентификатор компьютера только в том случае, если внутри компьютера сетевой интерфейс один. В остальных случаях это будет идентификатор сетевого интерфейса. Давайте попробуем разобраться с ним. Для начала идентификаторы компьютера. Здесь два типа идентификаторов. Вот если мы сейчас с вами, ну, допустим, откроем проводник и пойдем по ссылочке сеть. Вот здесь вот в разделе компьютер что начинает появляться? Это имена тех компьютеров, которые задавались или администраторам, или пользователям во время установки операционной системы. Это те компьютеры, которые лежат в нашей сети. Правильно? Как это имя правильно называть? С точки зрения терминологии операционной системы для пользователя это имя компьютера. А в сетевой терминологии это имя называется? Хостнейм – это команда. Это имя хостар. Оно же команды, а если переводить на русский язык, хостнейм – имя хостар. Хост – это компьютер с интерфейсом, с сетевым нейм – это имя. Ну, собственно, коллеги, давайте определяться. Очень хорошо, что на этот вопрос не ответили. Значит, уже есть польза, что вы сегодня посетили этот семинар. Вот это имя компьютера, которое мы видим в сетевой терминологии, принято называть нет-биусы. Наверняка слышали? Нет, почему? Вот пойдете сейчас сдавать экзамены на подтверждение своей сетевой квалификации практически во всех экзаменах, будут до сих пор вопросы. Дело в том, что оно сейчас не очень распространено, опять же, среди кого? Среди пользователей. Но среди тех, кто будет настраивать нет-биусы имя, это обязательно. Во всех книжечках у муха авторов по сети нет-биусы имя, нет-биусы имя, нет-биусы имя. Что из себя представляет? Это имя, которое мы задаем с вами, когда? Или во время установки актурационной системы, или потом его можно поменять. Зачем оно нужно? Его основное назначение. Вот для чего. Используя это имя, я могу что сделать? Двойной щелчок на этом имени и обратиться на этот удаленный узел, правильно? Только где? Если у меня компьютер в разных сетях, я могу это сделать? Нет, вот так вот, просто при стандартных настройках. Нет. Поэтому обратите внимание, нет-биусы имя, это уникальное имя компьютера, которое используется для его идентификации внутри сети, то есть это внутрисетевое имя. Так это одно и то же. Это одно и то же, да. Но только, ну да, это синонимы. Это синонимы, но только вы будете сдавать экзамены, там будет фигурирует вот это имя. Я вас просто знакомый с ним. То, что мы говорим, и мы хоста, и мы хоста, я тоже говорю не нет-биусами. Я общаюсь везде, и с коллегами, и со слушателем, но время компьютера. Ну а в терминологии это называется нет-биусы. Собственно, как его просмотреть? Есть два способа. Самый простой способ. Открыть свойства системы. Если мы откроем свойства системы, то вот здесь вот в разделе имя компьютера, имя домены и параметры рабочей группы, что мы с вами видим? Вот оно, полное имя. Это имя нет-биусы. Зарегистрировано за рванным узлом. Есть второй способ. Если мы, ну, хотим быть до конца педантами, а это значит, все способы рассмотреть, мы можем открыть приложение «Командная строка», набрав в строке «Выполнить ЦНД» и набрать здесь какую команду для Microsoft операционной системы. Совершенно верно. Хост. Ух, куда я пошел? Хостнейм. И по запросу этой команды будет отображено то нет-биусы, которое зарегистрировано за данным узлом. Что есть нет-биусы, или имеем имя компьютера, мимо фоста, ну, это все понимают. Это простое имя. Еще раз, его основное назначение используется для идентификации этого компьютера внутри сети. Второй класс или второй тип имени компьютера. С этим бывает сложнее. Это ДНС имя. Оно не является обязательным. У некоторых узлов оно не есть, у некоторых его может не быть. ДНС имя. А это что? Или доменное имя обычно говорят. Доменное имя. Что оно себе представляет, где оно используется? Ну, для начала, давайте, где оно используется? А это глобальная сеть, правильно? То есть его можно использовать, не только можем, а мы его используем для идентификации удаленного узла в глобальной сети. То есть разница эта внутри локалки, здесь в глобальной сети. Ну, а теперь, коллеги, чтобы нам с этой идентификацией познакомиться, давайте на небольшое время отсвечемся и узнаем, что такое домен. Что такое домен? У вас на этот счет есть объяснение, коллеги? Я вас понял. А вот, коллеги, я думаю, что микрофончик очистительности не позволяет это услышать, но тем не менее, у пользователя, который бы только первый раз знакомый только лишь вот с этими именами, типа имя компьютера, вот он бы сейчас ничего не понял. Для начала, давайте вспомним, что такое локальная сеть. Локальная сеть – это некое количество компьютеров плюс оборудование коммуникационного, плюс каналы передачи данных и имеющие единую общую настройку имя этой сети, правильно? Для которых в программном обеспечении задано одинаковое имя и имя сети. Правильно? Теперь, что такое домен? Это тоже группа компьютеров, соединенных каналами передачи данных, плюс программное обеспечение, имеющие, опять же, общую, единую, одинаковую настройку в качестве общего домена. То есть получается, что определение точно такое же. И там, и там эта группа компьютеров, соединенных, объединенных одним именем. В первом случае, именем сети, во втором случае, именем домена. На самом деле, определение абсолютно идентичное. Только другое дело, коллеги, домен – это более крупная иерархия. А теперь давайте, чтобы разобраться с этим, поскольку доменная структура – это, опять же, признак глобальной сети, разберемся, как устроены домены в глобальной сети. Домены делятся на уровни. В верхушке пирамиды будет домен… Обычно о нем говорят, как корневой домен. Корневой домен. Или root. Корень. Извините. В иерархии глобальной сети он один. Имя у него точка, вы правы. То есть у него конкретного символенного имени не существует. Его обозначает точка. Что в домене регистрируется? В домене могут находиться как отдельные узлы, сети, так и другие домены более нижнего уровня иерархии. Чуть ниже, если на полочку спустимся, у нас начинается первый уровень. И те домены, которые здесь находятся, приметно классифицировать как домены первого уровня. Давайте конкретные примеры. Вот это все, допустим, домены первого уровня. Имена, которые здесь будут фигурировать, уже здесь не точка. Уже символные. И существует два правила построения имен домена в первом уровне. Существует первое правило – географический перескоп. Это зона действия, география, регион, а если быть точнее – страна. Доменная зона.ру или домен.ру. Знаком? А где мы находимся? Все наши сети российские – это домен.ру. ЮЭС. САТЭ. Совершенно верно. Ну, я не буду перечислять, коллеги, понимаем, что их количество огромнейшее. И второй признак – его говорят, о нем говорят корпоративный признак. По корпоративному признаку коммерческая организация КОМ или структура подразделения, организация ОРГ, образовательные учреждения ЕДУ, государственные учреждения ГОУ, ну и так далее. Это уже признак корпоративности. Вот они, два правила построения доменных имен первого уровня. Внутри каждого из этих доменов могут находиться сети, хосты, а могут находиться домены более нижнего уровня. И этот уровень уже имеет обозначение какое? Второй уровень, коллеги. В частности, есть домен специалист. Конкретный пример. Есть домен mail. Есть домен яндекс. А именно вот этому уровню доменов, как правило, выбирается по какому признаку? По названию организации, которую этот домен юзает, то есть использует. Специалист, группа компаний mail или яндекс и так далее. Внутри каждого домена могут находиться и более нижнего уровня домены, а могут находиться хосты. И, в частности, когда вы к нам решили посетить наш семинар, а информацию о нем откуда вы знаете? С нашего сайта. Значит, в компании специалист есть свой веб-сайт, правильно? То есть это некий компьютер, вот так обозначу. Это веб-сайт, веб-сервер, правильно? А теперь смотрите, как вы попали на страничку. На страничку попали достаточно просто. Набирая в строке адреса в интернет-браузере, вы набирали формат какой? В, 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 точка. Дальше. Специалист. Точка. Дальше. Ру. А правила построения имен будут следующие, коллеги. Их никто не отменял. Чтобы подключиться к удаленному узлу, то есть вот сюда, находясь где-то совершенно в другом домене, в другой сети, вы должны указать сначала имя вот этого компьютера, причем какое имя? Доменная, DNS, имя, имя этого сервера. Дальше указать название домена, внутри которого он находится, в котором он зарегистрирован. Причем эти поля разделить точечкой между собой. Дальше, двигаясь сюда выше, указать название вот этого домена, где зарегистрирован домен специалист. И теоретически в конце адреса поставить что? Точку, обозначающую, что это самый высший уровень, это домен высшего уровня иерархии, корневой домен. Но правило нам эту точку разрешают не ставить по одной простой причине. Что корневой домен он только один. Если домены в первого уровня множество, домены второго уровня, естественно, еще больше множества, то домен корневой только один. И он всегда точкой. И вот эту точку мы не ставим. А значит, вот где-то здесь мы теоретически это имя доменное указываем. Ну и где оно здесь, коллеги? А как же название вот этого домена? А теперь смотрите, вот это имя специалиста, которое вы сказали, это название того домена. Вот это название вот этого домена. Точку в конце мы опустили. Коллеги, а вот теперь смотрите. Вот это что? Worldwide Web, правильно? А это есть на самом деле не что иное, как доменное имя вот этого нашего обсерва. Это не Worldwide Web обозначение всемирной полутени. Это доменное имя. А теперь предполагаем, коллеги, следующую ситуацию. Я могу, используя браузер, не набирать VVV специалист, а сразу набрать специалист.ру. И я попаду на нужную страничку. Почему? Потому что во все современные браузеры встроено следующее правило. Если в строке адреса доменное имя отсутствует, по умолчанию поставляется имя VVV. А это значит, что системный администратор, который этот домен обслуживает, то есть админ нашей сети, создавая этот веб-сервер, должен использовать какие правила? Правила адекватные. А это значит, что все сисадмин, сисадмин специалиста, сисадмин вот этого, сисадмин вот этого домена, создавая свои веб-сервера, не сговариваясь по умолчанию, для них выбирают какие имена? VVV. И все прекрасно работает, потому что это согласуется с политикой программного обеспечения браузера. Один, представьте, если бы мы для нашего домена, точнее, извините, для нашего веб-сервера, наш сисадмин выбрал имя Петя, практически что получилось бы пользователь, который желает открыть страничку специалисту? Специалист он знает по названию компании, рекламу, подведет, правильно? Открывает браузер, набирает специалист.ру, что делает по? Подставляет VVV, такого сервера нет, не отвлекается, страницу отобразить невозможно, правильно? Коллеги, вы собираетесь быть адекватными сисадминами? Если собираетесь, значит, такие же правила придется и вам придерживаться. VVV – это доменный имя. Вот вам конкретный пример, где используется DNS имя в глобальной сети для идентификации уже удаленного слова. Разобрались? Ну и заодно с доменной структурой познакомиться. То есть, если вернуться к объяснению, вот то, о чем я уже говорил. Домены первого уровня – корневой домен, домены, извините, это корневой домен первого уровня, домены второго, могут быть домены третьего уровня, ну и плюс VVV – это DNS. Имя, ВПУЗ, разобрались? Возвращаемся. Это были идентификаторы компьютеров. Вторая группа идентификаторов – это идентификаторы сетевых интерфейсов. Здесь два класса идентификаторов – физический и логический. Давайте о… о чем сначала? Ну, физический давайте. Физический идентификатор. MAC-адрес. MAC. Media Access Control. Что я себе представляю? Это 48-разрядное двоечное число, которое принято записывать для упрощения понимания пользователя в 16-ричном формате в виде групп по две цифры, которые будут в дефисном произведены, ну и так далее. Присваивается на заводе-изготовитель. Внутри структурирован какая-то часть идентификаторов производителя, какая-то часть – это номер уже самого устройства. Ну, то есть можно посмотреть техническую документацию, расшифровать. Но понимаем, что вероятность того, что два сетевых интерфейса будут иметь одинаковый MAC-адрес очень много. Зачем нужен? Зачем используется в сетевом взаимодействии MAC-адрес? Что? Зачем? У него только одно назначение, коллеги, для доставки сообщений на этот интерфейс. Доставляются сетевые данные исключительно на MAC-адрес. Больше ни для чего. То есть он исключительно для доставки сетевого сообщения. Почему называется физический адрес? А потому что задан жестко на заводе изготовитель. Хотя, с другой стороны, у нас есть возможность с помощью специализированных программных средств его в случае необходимости поменять. Но это в том случае, если есть физическая необходимость. Это физический идентификатор сетевого интерфейса. Логический идентификатор сетевого интерфейса. Да вы что? Конечно, IP-адрес. А почему логически? Потому что не жестко задано, а задается кемом. Или программно, автоматическом режиме, или ручками системным администратором, то есть не заводом испытавителем. Что из себя представляет? Поскольку в настоящий момент современные операционные системы работают с двойным стеком протокола, поддерживаются IPv4 и IPv6, длина этого идентификатора будет разная. Для версии программного обеспечения IPv4 это 32-разрядное число, которое принято записывать в формате десятичная с точкой. Что из себя представляет формат десятичная с точкой? Это 4 десятичных цифры W.X.Y.Z, разделенные разделительным точкой. То есть понимаем, что это десятичная цифра. Ну, допустим, 195, 19, 33, 4. Вот такой формат 4 десятичных числа, разделенных точкой, называется десятичная с точкой. Для версии уже более современного по IPv6 это 128-разрядное двоичное число. А нам, людям, человекам, проще работать не с двоичным форматом. Опять же, для удобства представления записывается в виде восьми шестнадцати ричных квартета между собой разделенных разделительным точкой. Назначение IP-адреса. Зачем он нужен? Какую роль он выполняет в сетевом взаимодействии? Может, у нас... Именно домена – это прикладной уровень, это уровень пользователя. А доставка по MAC-адресу, по IP-адресу осуществляется маршрутизация. То есть его основное назначение – он используется для рассчитывания маршрута доставки сообщений. Маршрут доставки сообщений, из какой сети сообщение должно следовать, выполняется, используя вот этот логический идентификат. Ну, а теперь, как проверить, как посмотреть? Самый простой способ. Командная строчка. Есть такая замечательная команда getMAC. И через несколько время отобразится вот в колоночке физический адрес. Мы видим, что вот они у нас шесть блоков цифр под две шестнадцатичные циферки. Это у нас что? MAC-адрес. Сетевой интерфейс. Для того, чтобы просмотреть текущие параметры IP-адресации, есть замечательная команда, вы ее прекрасно знаете, IP-кон. Фиг. Можно без параметров, без ключиков, без привязки к протоколу. Вот, собственно, то, что мы видим. IPv4 адрес формат десятичный с точки 10.10.141.21. А вот он локальный IPv6 адрес канала. Вот они уже квартеты по четыре циферки. Это для того, чтобы получить информацию по параметрам текущих идентификаторов. Собственно, коллеги, это то, что называется идентификатор. И это мы должны с вами прекрасно понимать, что у каждого компьютера есть свой набор уникальных идентификаторов. работают они для разных целей на разных уровнях. И служат они для идентификации именно этого компьютера. Идея понятна. Ну что, коллеги, тогда опять же давайте к первоисточнику. По идентификаторам мы с вами посмотрели. Кстати, второй способ просмотра параметров IP-адресации можно поступить следующим образом. Центр управления сетями. Правая кнопочка состояние. А здесь сведения. И вот мы получаем практически уже в графическом интерфейсе те же самые данные по параметрам IP-адресации. Здесь же есть даже сведения в MAC-адрес. Так, ну, если с идентификаторами разобрались, давайте к следующей теме перейдем, о которой тоже неплохо было хотя бы начать говорить в это коротенькое время сетевая архитектура. Что такое сетевая архитектура, коллеги? Сетевая архитектура только это сетевая сетевая сетевая? Ну, в принципе, да. А там близ топологии? Ну, на самом деле, сетевая архитектура, если официальное определение, не могу сказать, официальное определение, это комбинация топологии сети плюс методов доступа к среде передачи данных плюс сетевых протоколов, которые необходимо использовать для создания работоспособной сети. Вот это официальное объяснение, что такое сетевая архитектура. Ну, а конкретный пример могу привести без всяких проблем. Если мы, опять же, посмотрим на информацию по сетевому интерфейсу, обратите внимание, идентификация интерфейса IRIS, дальше идет обозначение модели, PCI-Expred, Ethernet контроллер, то есть, когда мы говорим о сети, в большинстве случаев мы сейчас обычно будем использовать вот такое обозначение сети, это Ethernet контроллер, Ethernet сети и так далее. Вот это слово Ethernet наверняка очень часто слышим, да? Ethernet. А что такое Ethernet? Давайте с этим разберемся. Коллеги, я вас огорчу, Ethernet – это название сетевой архитектуры. Это есть название сетевой архитектуры, которое преимущественным образом сейчас используется при построении локальной сети. Это название архитектуры. А если мы историю сетей, развития сетей помним, то в прошлом веке в какой-то момент об архитектуре Ethernet еще практически не говорили, а в промышленности практически повсеместно использовалась сетя другая архитектура. Токен ринг – это тоже название архитектуры, сетевой архитектуры. Токен ринг. Ринг, извините. Так вот, токен ринг практически, можно сказать, почти умер, хотя не буду говорить на 100%, может быть, где-то еще и работает, но в основном сейчас при создании локальных сетей используется архитектура Ethernet. Ну, а теперь я предлагаю, ну, по крайней мере, сколько у нас времечка, его не так много остается, начать говорить о том, что такое топология, если успеем, методы доступа, ну, естественно, и сетевые протоколы. Что есть топология? Официальное определение топологии – это взаимное расположение компьютеров, кабелей и, собственно, коммуникационного оборудования. Существует три базовых топологии. Всем известно, существует топология шина, топология баз, существует топология звезда, топология стар, и существует топология кольцо, топология рлинг. Давайте разберем о каждой, поговорим буквально несколько слов. Коллеги, классификация топологии. Топологии бывают активного типа и пассивного типа. Что такое топология активная? При активной топологии компьютер не просто является потенциальным получателем данных, он данные передает через себя. То есть, если они ему не предназначены, он все равно через себя их передает дальше. Такая топология будет называться активной. Пассивная топология компьютер подключен к сети и может быть или только отправителем, или только получателем. То есть, те данные, которые ему не предназначены, он через себя их не передает дальше. Начнем с базовых топологий. Что такое топология шина? Топология шина достаточно простая топология. Простите. Так будет лучше. Для передачи данных используется единый кабель, называемый магистралью и отдельными сегментами компьютеры к этой магистрали подключены. Шина это пассивная топология, поскольку у нас отдельно взятые узлы компьютеры не передают через себя данные, которые дальше должны следовать. При собственно другом подключении. Топология звезда. В отличие от шины здесь нет единой среды, здесь есть центральное сетевое устройство, в простейшем случае и отдельными сегментами подключаются разные узлы, фактически образуя звезду. Топология кольцов. Ну, здесь очень просто. У компьютера не один сетевой интерфейс, у компьютера два. Один используется на прием данных, другой используется на передачу. Из этих трех базовых топологий, кто из них пассивная, кто активная, вот это активная топология. Понимаем, в чем ее особенность. Особенность заключается в том, что если какой-то узел выходит из строя, вся сеть падает, совершенно верно. В тех случаях сеть не падала, при отказе узнать из строя. Коллеги, кроме базовых топологий, есть еще так называемые комбинированные топологии. Логическое кольцо физической звезда. Есть центральное сетевое устройство, и вот отдельными сегментами подключаются узлы. Коллеги, это же звезда, разве нет? Физический, вот он сегмент, вот он сегмент, вот он, вот он. Это звезда. Но есть одно маленькое но. Данные здесь передаются за счет логики работы вот этого устройства не всем подряд, а по следующему алгоритму. Обратите внимание, это устройство принято называть MaltyXSUnit устройство множественного доступа, это не хак. Это хитрое сетевое устройство. Логика у него работает следующая. Полученные данные он сначала направляет в порт номер 1 в надежде, что здесь есть получатель. Если это не получатель, он эти данные обязан вернуть обратно. Куда их коммутирует МАУ? В порт номер 2, а значит вот она стрелочка, как следовали данные. Если это опять же не получатель, он данные возвращает сюда, они переправляются в порт номер 3, а далее в порт номер 4. Таким образом данные бегают фактически по гриве, правильно? Хотя физически соединены компьютеры по звезде. Поэтому называется логическое кольцо физической звезда. Вот собственно подобная топология использовалась при использовании архитектуры токен ринг. Именно она была как основная топология в этой архитектуре. Топология ячейская, меш топология. Множественность интерфейсов, вот что характеризует эту топологию. То есть у компьютера ровно столько интерфейсов, с каким количеством других узлов он должен быть соединен. Ну предполагаем вот этот компьютер соединен этим, 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 то есть четырьмя интерфейсами со всеми узлов. Зачем? Дорогий. Отказ устойчивость может из каналов передачи связи. Выход из строя одного канала не влечет за собой потери способности сети. Где-нибудь топология сейчас используется? Коллеги, вы тогда интернету не знаете. Такая топология используется в глобальной сети интернету. Но согласитесь, между глобальными маршрутизаторами в интернете конечно там не один канал связи, там множественность отказа устойчивость на высшем уровне. Разные маршрутизаторы. Конечно. Совершенно верно. Вот, собственно, коллеги, это основные. Коллеги, есть еще некоторое количество вспомогательных вот таких комбинейных технологий, но они на базе шины, а шина это коксиальный кабель уже давно не используется и практически я их даже сюда в презентацию не строил. В основные мы с вами разобрали, которые реально можно где-то еще встретить. Так вот, коллеги, это топология. Что такое топология, я думаю, стало понятно. Это как компьютеры соединены, как проложены кабели, как передаются данные. Теперь второй компонент, который составляет сетевого архитектуры, это методы доступа к среде передачи данных. А что считается методом доступа, что вообще такое метод доступа к среде передачи данных? Как это случается? Я предлагаю для начала разобраться с очень неприятным моментом, который периодически в сетях бывает. Этот момент принято называть коллизией. Представляем, коллеги, некоторое количество компьютеров подключено одним кабелем. Данные передаются в виде электрического сигнала. Что будет, если один компьютер и второй компьютер отправят одновременно свои данные, то есть выбросят в кабель электрический импульс. Этот электрический импульс и один и второй будут накладываться, вдруг будут наложены друг на друг, как результат. Те данные, которыми кодировался, которые кодировались этим импульсом, будут что? Потеряны, искажены, потеряны. Вот этот процесс столкновения этих данных и называется коллизия. Так вот, говоря о том, что такое методы доступа к следе передачи данных, формальное определение, это правило, которое определяет, как компьютер должен отправлять и принимать данные, а по сути, если уже зачем это, а назначение этих правил, это правило, которое минимизирует риск возникновения коллизии. То есть они определяют, как компьютер должен контролировать канал передачи данных, чтобы не попасть, не возникла ситуация коллизии, или, по крайней мере, вероятность была меньше. Вот это называется методы доступа к среде передачи данных. Это понятно? Ну, а теперь смотрите, коллеги, на самом деле существуют три основных метода доступа к среде передачи данных. CSMA, CA. Минуточку, не с этого начал. Так, куда я забрался? Вот с этого. Метод CSMA CD. Этот метод, который принято называть множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий. Ну, так на русский язык можно эту фразу перевести. Принцип работы следующий. Можно по этому слайду. Передающий слушает сеть. Слушает – это значит проверяет канал. Если несущая частота отсутствует, а что такое несущая частота? Это вот подобная частота, на которую накладываются передаваемые данные. То есть, если в канале есть несущая частота, это говорит о том, что в канале есть передаваемые данные. Так вот, если несущая частота отсутствует, логично, канал свободен, начинается передача данных. То есть, передающая слушает сеть, если несущая частота отсутствует, начинается передача. Простые правила. Коллеги, данный метод доступа гарантирует стопроцентное отсутствие коллизий? Нет, конечно же. Коллизии могут возникнуть хотя бы потому, что узлы могут разнесены на приличное расстояние. Скорость передвижения электричества, она все равно конечная. Вот что будет, если произошла коллизия? Если произошла коллизия, обрабатываться она будет следующим образом. Тот узел, тот хост, тот компьютер, который первый обнаружил, что произошла коллизия, он прекращает передачу данных и формирует, отправляет в сеть специальный служебный сигнал, который извещает другие узлы, что произошла коллизия. Одновременно передачу прекращает и второй узел, с чьими данными произошла коллизия. При этом и на первом, и на втором узле взводится методом псевдослучайной последовательности таймер обратной задержки. У кого он обнулится первым, тот впоследствии первым и будет использовать канал для повторной передачи данных. Ну, допустим, у одного узла таймер взверлся на 2 секунды, у другого на 5 секунд. У того, где он на 2 секунды, он обнулился первый, тот и первый начинает передачу данных. Вот она суть метода множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизии с СМА-СИД. Коллеги этот метод иногда еще называют метод состязательный. Почему состязательный? Потому что, когда таймер взводится, два узла между собой как бы состязаются. Кто первый начнет повторную передачу. Кстати, в сетях Ethernet реализуется именно вот такая, вот такой метод, такая схема. Следующий метод СМА-СИД. Это множественный доступ с контролем несущей и предотвращением коллизии. Практически очень-очень, практически очень похож на предыдущий. В чем разница? Ну, вот смотрите, передающий слушает сеть. Если несущий отсутствует, то прежде чем отправить данные в сеть, отправляется служебный сигнал, который говорит о предстоящей передаче и о продолжительности этой передачи. Ну, а далее начинается передача данных. То есть, условно говоря, прежде чем начать передавать данные, если несущая частота отсутствует, компьютер всем кричит, всем молчать, три секунды. Все получили это предупреждение, даже если кому-то нужно передавать данные, они обязаны выждать эту паузу. Коллеги, почему не стопроцентное отсутствие коллизии? А кто гарантирует, что одновременно всем молчать, не крикнуть оба компьютера, правильно? Два и более компьютера. Коллизия уже может быть даже среди этих сигналов, а потом начинается автоматическая передача и аналогичная. Почему менее эффективен и почему в сетях Азербайджа его не используют? Коллеги, а пропускная способность канала резиновая? А при данном методе очень много служебных данных передается. Все молчать и так далее. А поскольку он не гарантирует отсутствие коллизии, а стоит ли его тогда использовать? Тем не менее, как метод существует, и вы обязаны его знать. Ну и есть третий метод, это метод доступ с передачей маркера, токен пас. Суть его заключается в том, что пакет особого типа, который называется маркер или токен, он будет по топологии кольца бегать от узла к узлу. Хост, которому нужно начать передачу данных, захватывает, этот маркер, загружает в него данные и дальше отправляет этот маркер опять в сеть, который также продолжает движение по кольцу. Когда этот маркер достигнет получателя, что делает получатель? Данные копируют в буфер. Обратите внимание, данные не уничтожаются, а лишь копируются. Но на маркер ставится отметочка, критирование происходит, что данные получены. И этот маркер опять в кольцо выбрасывается. Но и на конец, когда он снова достигнет получателя, извините, отправитель. Отправитель, во-первых, удостоверяется, квитанция, квитирование, что данные доставлены, и очищает этот маркер от данных и сбрасывается в сеть снова пустой маркер. Суть этого метода в чем преимущество? Коллизий полностью отсутствует. Маркер один. И быть они здесь не будут никогда. Из минусов. Прокусная способность. Вот, собственно, этот метод был реализован в сетях TokenRing. Я могу ошибиться, но, по-моему, спецификации последние, которые были разработаны для этой архитектуры, они развивали скорость передачи данных в 16 мегапитет. Вот свыше 16 уже проблематично было дальше. Могу ошибиться, но, по-моему, так. Так, собственно, вот, что такое методы доступа к среде передачи данных. С этим понятно? Ну, и буквально несколько слов о третьем компоненте о сетевых протоколах. Что такое сетевые протоколы? Сетевые протоколы – это правила и технические процедуры, которые определяют, как компьютер должен подключаться к сети и как он должен передавать данные. То есть, как эти данные под управленчим передаются. Собственно, здесь нужно будет вот о чем обязательно. Упомянуть. Сетевым взаимодействием управляет не один, а множество протоколов. Дело в том, что данные не сразу в сеть бросаются. Если мы воспринимаем, как приложение, которое должно подключить сетевой, получить сетевой доступ, это вверху расположенный объект приложения сетевой, а сам кабель находится в передаче данных канала внизу, то данные, которые от приложения идут вот сюда, подготавливаются, они будут, условно говоря, обработаны не одним протоколом, а разными протоколами, и каждый из которых какую-то свою часть взаимодействия будет обслуживать. Получается, что забирают данные в приложении одни протоколы, дальше эти данные форматируются, условно говоря, переводятся на сетевой язык уже другими протоколами, дальше делятся на маленькие блоки, на сегменты, это уже третий протокол, четвертый протокол разрабатывает маршрут, пятый протокол до ближайшего получателя доставляет эти данные. Вот это все вместе, процесс подготовки будет называться, слышали такой термин инкапсуляция? Инкапсуляция. Ну а теперь, коллеги, говоря о сетевых протоколах, буквально два слова об эталонной модели ОСИ. Слышали такое? Что такое модель ОСИ? Давай сейчас лайдик на него. Модель ОСИ, коллеги, это абстрактная модель, предназначенная для разработки сетевых коммуникаций, сетевых протоколов. Она буквально описывает, как данные приложения должны подготавливаться для отправки в канал связи. Для наглядности, модель делит сработу сети на 7 уровней. Идентификация уровней, прикладной уровень, уровень представления, сеансовый уровень, транспортный уровень, сетевой уровень, канальный уровень и физический уровень. На каждом уровне работает своя группа протоколов, должна работать своя группа протоколов, обрабатывать данные строго по этому алгоритму, и эти данные забирают у протоколов, расположенных выше, передают тем протоколам, которые ниже. Таким образом, по мере того, как данные идут от приложения в сеть, они успевают, должны побывать у протоколов в семи этих уровней. Идея понятна? Вообще-то, если честно, короче, зачем модель оси создавалась? Не для пользователей. Еще раз, определение для разработки сетевых коммуникаций и сетевых протоколов. Фактически, модель оси – это техническое задание для программистов, которые будут писать свои сетевые протоколы. Если программист пишет протокол для прикладного уровня, он основываясь на назначении этого уровня, описанного модели оси, получает как бы техническое задание. Он будет знать, что его протокол должен делать и как он взаимодействует с остальным уровнем. Вот для кого разрабатывается модель оси. Коллеги, она моделька теоретическая, а на практике у нас известна более модель DARPA. DARPA – это стек TCPIP. Что такое стек? Стек – это группа протоколов, объединенных для одной какой-то задачи. Ну, самый известный стек – это TCPIP. Вот у меня слева – это теоретическая модель оси, это название семи уровней, а справа – это четыре уровня стека TCPIP. В отличие от семи уровней модели оси, в стеке TCPIP модели DARPA четыре уровня. Вверху взаимодействующие с приложением прикладной уровень. И для примера я привел несколько протоколов, которые принадлежат категории прикладного, прикладных протоколов, которые на этом уровне работают. Именно они что должны сделать? Они должны забрать данные у приложения, отформатировать эти данные, ну, то есть, условно говоря, преобразовать их сжатие, выполнить трансляцию синтезиса, преобразовать их на какой-то универсальный сетевой язык, перевести на универсальный сетевой язык. И передать в ручки протоколам какого уровня? Транспортного уровня транспортного. TCP и UDP отвечают за что? Они гарантируют или не гарантируют, то есть, они обеспечивают степень надежности доставки сообщений. Дело в том, что если передача данных осуществляется под действием протокола TCP, еще раз, TCP – это Transmission Control Protocol, протокол управления взаимодействием. Он гарантирует доставку сообщений получать. То есть, если сообщение искажается, он запрашивает повторную передачу. UDP – User Datagram Protocol. Это протокол, обычно о нем говорят, не ориентированный на соединение. Он не гарантирует доставку сообщений. Его не волнует. Доставлены будут данные, нет. Его задачка – выбросить сообщение в сеть, а дальше судьба его не волнует. Даже если оно исказится, потеряется, это все допустимо. Почему коллеги на транспортном уровне, то есть уровень, который управляется, самодействие присылает. Работают две группы протоколов. Дело в том, что данные бывают тоже разные. Есть очень важные данные, которые недопустимо искажать. Есть менее важные данные. Очень важные. Софтепи что-то качаете, качаете программу. Если один битик программы потеряется, программа в итоге будет работать? Нет. Онлайн-видео смотрите. Что-то потерялось. Ну, потому что там хлюк, там квадратики на экране появились. Вот, пожалуйста, когда управление, допустим, не ориентировано на соединение протокола осуществляет. Межсетевой уровень, отвечающий за маршрутизацию, это сфера деятельности протокола IP. Его задача разработать маршрут. Ну и, наконец, уровень 4, это уровень сетевых интерфейсов. Коллеги, в стеке TCP IP этот уровень не документируется, не является стандартным, а отводится на откуп сетевым драйвером, драйвером сетевых адаптеров. Работу этого уровня они выполняют. А они что делают? Там два назначения. Во-первых, найти адресата по МАКу, уже получателя по МАКу, и преобразовать логические данные в виде двоичного кода, физический сигнал в электрический или в оптоволоконный, то есть оптический, или в радиусигнал. Вот они, назначения 4 уровней модели DART. Коллеги, я бы очень хотел много чего другого рассказать. Мне бы очень хотелось рассказать и об IP-адресации подробно, как устроено, рассказать о маршрутизации, рассказать о том, что такое трансляция сетевых адресов, что такое порты, что такое сокеты. Но время нашего семинара, полтора, два часа академических, они истекли. Истекли. Субтитры создавал DimaTorzok